Прилавки на базаре резко пустеют, но не от наплыва покупателей, а по требованию суда. Оказывается, здесь нельзя не то, что вести торговлю, но и вообще находиться. Одно из зданий печально известной 4-й овощебазы значится недостроенным. С помидорами на выход продавцов просят приставы. Те смиренно исполняют, идут продавать овощи и фрукты на улицу. Помады сколько стоит? Помады 30 рублей, распродажа. Чтобы товар не испортился, Рафиль пытается продать его как можно быстрее. Расхваливает и обещает скидки. Несмотря на вынужденный переезд, он не теряет присутствие духа. Говорит, в накладе не останется. Товары здесь лечебли были, покупатели шли. А сейчас не знаю, какая ситуация. Нас выносили на улицу. Дальше пойду в другой рынок, в другое место. Найду там я граждан России, найду место себе. Все нормально, у меня документы. Все хорошо. Но многих арендаторов такое положение дел не устраивает в корне. Продавцы не понимают, почему должны расплачиваться за недобросовестность владельцев. Вон, посмотри, как цыгане. Как цыгане люди вот. Посмотри, вот что мы. Все товары вот портятся. Разве это можно? Сказали бы, предупреждали бы. Неделя, чтобы на вперед, чтобы... Вот, закрываем, освободить, освобождение. Вот это все. А вы это не делали, сразу перешли, закрывали. Однако, закрытию базара предшествовали месяцы проверок. Они начались в прошлом году, после того, как бдительный горожанин заметил, что собственник недостроя нарушает закон. Разбирательства показали, что торговля здесь представляет угрозу как для арендаторов, так и для посетителей. Через суд рынок закрыли. Запрет осуществляется в связи с тем, что у собственников отсутствует разрешение на ввод и эксплуатацию. То есть помещение здания зарегистрировано как объект незавершенного строительства, но не введено в эксплуатацию. До момента получения соответствующего разрешения эксплуатация здания запрещена. Теперь продавцам придется искать новые торговые точки. Ведь ждать, когда собственник закончит стройку и получит разрешение, можно не один год. Тимур Лебедев, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.